Здравствуй, зритель! Кто сегодня закупился всякой разной едой? Сейчас я скажу даже на сколько. Последний раз, когда я в той пятёрке была, я там полторы тысячи оставила. Как раз перед нём варенье закупалось. А тут у нас 794 рубля. Вообще, если грубо говоря, 793 рубля и 85 копеек. И чего же я купил? Я купил скумбрия, знак качества, только свежий улов, атлантическая, с добавлением масла. Кстати, масло подсолнечное, без консервантов. Вот такая вот она, как бы по скидке была. Она с ключом, 69 рублей. Последний раз, ну вообще, я стабильно покупаю, видимо, вот эти консервы рыбные с ключом. Они всегда по 69. Причём 69,99. Грубо говоря, 70 рублей без копейки. Это весь 50 грамм. Ща я найду тут. Она сделана 27 декабря прошлого года. Так. Где-то состав там. Скумбрия, короче, куски, подсолнечное масло, рафинированная соль. Больше ни черта. Сварю как-нибудь рыбный суп. Вот она. Я сейчас снимаю при свете дня. У нас сейчас скажу сколько. Вообще, я занавесила балкон, присобачила эту штатив на камере. В общем, где-то метра полтора вот на вытянутой руке. И этот, так вот, до, по диагонали практически, ну, напротив середины балкона. Как-то так. Не самого балкона, потому что он немножко у меня на кухню ещё уходит. Хотя, может, так и есть середина балкона. Да, напротив, наверное, середина балкона. В общем, сейчас у нас 54 минуты пятого. Без шести минут пять. Вот сейчас так светло. Я так подумала, нахрен свет включать, если и так светло. Если разнавесить окно, то будет светло. Короче, если купила красная цена маслины без косточки. Тоже что-то 50 рублей без копейки. Я их уже когда-то там покупала. Вполне себе нормальные. Маслины, вода, соль, фиксатор окраски, глюканат, железо. Тут я сегодня что-то читала такое. Вообще ходила по ссылкам, читала про корноубский воск. В итоге читала уже много чего-то другого. И не только, а про воск. Местами офигевала. Как раз в этот момент я кушала. И лучше бы я не кушала. Или лучше бы я не читала то, что я читала. Причём как бы я примерно про то, что я читала и так раньше знала. Но, видимо, не помню. Или забыла, или ну как. Мозг же как системник компьютер. Дофига гигов, и где-то всё по папочкам лежит. В общем, как-то так. Вот и вспомнила, что у меня был когда-то запрос про ешки. И вот ешки есть натуральные. Как я поняла, в Оскарноубске это Е903. Кодовое название, чтобы длинно, видимо, не писать. А есть искусственное нововведение. Но я когда-нибудь почитаю про эти ешки, всё-таки, наверное, заваяю тот ролик, который от меня там уже, наверное, 3 года ждут. После вскрытия в холодильнике хранить не более 3 дней. Вообще я сначала думала сваять салатик один. А потом подумала, может, её оставить. Но как-то я, помню, купила оливки, забыла про них, открыла. И они у меня в итоге умерли. Думаю, сваять, наверное, салатик. Сейчас на всякий случай уточню, почём кайф. А где оно тут у нас? Оливка, маслина. Я живаю, давно не живала. Маслины. А нет, эти 49,79. Ну, короче, 49 рублей. И 150 рублей без 21 копейки. Так. Что я купила? На самом деле у меня там ещё одна вещь, которую я отдельным роликом обогрю. Но в этом пакете лежит штука, которая удобнее была в этом пакете. Короче. Купила я себе колье афродиты, рыба холодного копчения, золотая фишка акватории. Сделано в рашке. Куста горбуша, кусок холодного копчения, косичка, колье афродиты. В состав горбуша кусок, соль поваренная, пищевая. Сроком до 30 апреля и 25 февраля оно свояйное. Район промысла Восточно-Сахалинская подзона. В общем, вот оно вот такое вот. Что-то оно шло по скидке 109 рублей с чем-то. Сейчас скажу, сколько тут этих. Граммов. Где тут они, эти граммы-то? После вскрытия 24 часа хранится. Хранится не более 65 суток. Да, вот тут 150 грамм. Если не вскрывать, то 65 суток оно пролежит. И я сначала боялась, что оно до конца марта, раз оно до конца этого апреля, то я, короче, ее уберу пока в холодильник и потом, может, что-нибудь с ней сваяют. В общем, вот. Так что вполне себе можно найти в пятерке что-то такое. Вполне себе бюджетное. Ну, ладно, там это кости кожа. Но бывает кусок рыбы на филе, на этой, на коже, и там как бы костей якобы нет, но всегда стабильно попадается. Короче, почем у нас кайф на рынке? Горбушка с кумбрией или кто-то там. Где-то тут. Сейчас опять зевну. Горбуша, 109,99. Короче, 110 рублей без копейки. На самом деле, я сегодня очень оправду называю, потому что у меня такая что-то дикая бессонница была. Я лежала, уснуть не могла. Я читала про жену Пушкина. Я не знала, что это жена Пушкина еще потом замужем была. Вообще я в ней разочаровалась. Это что за нахрен, блин? Ты, значит, это скомпрометировала своего мужика. Ему башку прострелили. И ты там спустя 7 лет, вместо того, чтобы хранить верность и ходить во всем черном или вообще свалить в монастырь. Слушайте, шалава такая, оказалось, была. Вот честно, ваше мнение. Я вот читала про эту шалаву. Про детей, которые уже от этой шалавы были, от другого мужика. В общем, вышла она замуж. Это пушкинская бывшая жена. Мне маман ее так представляла, такой скромной скромницей. Вот, видимо, маман тогда не в курсе была, или не воспринимала это, или у нее как-то глаза закрылись на то, что 7 лет спустя такая завыдра. Вышла замуж за какого-то чувака. Короче, плодовитая самка была. У нее, я так поняла, 7 детей было, 4 от Пушкина. И то, учитывая, что она с Дантесом Шуры-Муры водила, не факт, что там... Я не глядела, в каком возрасте, в каких годах родились эти дети. Короче говоря, в общем, трое от одного и четверо от другого. Ну, я лежала, так читала, и где-то всем чем-то я отрубилась. А в 12 я уже проснулась, потому что пришла смс-ка о том, что я обозрю, чуть попозже в другом ролике. Поэтому очень оправданно, что я зеваю. Может быть, я даже и в 8 уснула, хрен знает. Ну, короче, спала я как-то часа 4 от силы, потому что периодически там будилась, а просыпалась, одремалась. Я две чашки кофе долбанула разных. Сначала оригинал, потом этот оригинал, потом лайк, по-моему. Потом, значит, о бабуси. Да потом я пару-тройку чашек улына не рябнула. Когда я кушала свой куриный овощной супчик, состояние было, будто я вот с сессии вернулась, не спавши нихрена. Или наоборот, стала врань-ранью. Так что, если будете выть, что я тут зеваю, поспите часа 4 за ближайшие 2 суток и посмотрите, как вы себя будете чувствовать. В общем, я купила себе салат. Вообще ни разу, наверное, ну... Ни разу, да, не покупала салат вот в таких хренюшках. Подальше отъеду, чтобы показать. Отодвинусь, оттолкнусь. В общем, салат листовой в горшочке. Одна штука. Там было 3 салата. 2 книзу более грязненьких, а этот, ну, менее такой грязненький, но у него тут корни растут сверху. Причем он был по 79, но на чеке он почему-то стал 59,99. Короче, на ценнике был 80 без копейки, а в чеке он 60 без копейки. Я что-то решила, думаю, что бы мне купить салат. Его покупают люди. Салат свежий, лидеры, фреш. Вкусный, потому что свежий, выращенный в защищенном грунте. Ну, и видно, что он. Достали вот тут, ну, хрен, где куплю салат. К тому же у нас это в Рашке фермерское хозяйство или как там его, сельское хозяйство. Поднимаются с 2014 года, как я поняла. Ну, когда там что-то случилось. Вы мне не грузите потом меня политикой в комменты. Я ее не воспринимаю ни в каком виде. Мне, может быть, это, конечно, плохо, но я считаю, что и так нормально. Короче, я купила себе мангу. Манга был высовой. Он был такой мягонький весь, вообще со всех сторон. Даже местами сок там треснутый был. И еще один был, но он не такой красно-желтенький был, а ближе к зелено-желтому. Вот этот был как-то более похож на зрелый. Вот я, наверное, его не сегодня, а завтра, помыть ботан на десерт с сахамячу. Может быть, даже сегодня к вечеру. Так, чего у нас тут, где этот манго? Манго был весовой, в общем, за 100 грамм 23, ну, 24 рубля без копейки вышел мне этот манго на 84 рубля ровно. Последний раз, когда я пыталась купить манго в магните, он был как-то дороже, короче, почти 100 рублей стоил. Я купила себе одну кивю. Там были киви взвешенные, что-то дофига дорогущие, 450 грамм, несколько штук, но не какие-то странненькие были. И еще киви на развес, слегка дешевле, ну, из всех киви 6 или 7 штук. Самая вменяемая была одна. Я даже подумала купить йогуртовый, ну, стаканчик йогурта и делать салатик. Ой, так можно же это не так сожрать, а с фруктовым салатиком эту мангу сахреначить. А потом вспомнила, что у меня есть простокваша, и если она пригодная для салатика фруктового, то можно. А если уже мылить лыжи, чтобы стать какими-нибудь там оладьями, то сливками залью. Так, где у нас тут киви? Киви 95 рублей без копейки. За килограмм вышла на 6.17. 6 рублей 17 копеек. Я купила себе 3 мандарины, хотя я знаю, что скорее всего я рискую на то, что они или кислые, или сладкие, но суть такая, что скорее всего с костями. Поэтому купила 3. Сейчас узнаем, почем мандарины. Мандарины вы где? Мандарины. Вот, мандарины. 70 рублей 99 копеек. Килограмм так и есть, как по ценнику были. 16 рублей 68 копеек у меня вышли эти мандарины. Я еще так подумала, если вот так по мелочи еще нам покупать, так это вообще вот как это экономно там на 100 рублей чего-то. Какой-то ролик я смотрела какого-то стремного мужика, не помню, как его звать. Точнее, я даже не обращала внимания, как его звать. Просто YouTube что-то выкинула. Я справа по курсу рекламная, типа, возможно, вам интересно. Я откнулась почти, посмотрела. Какой-то он нужен себе на 100 рублей, что ли, делал романтически. Чтобы его жена куда-то там отпустила в Питер на какую-то блогерскую сходку. Я жена ему... Он ей говорит, ты что? Я полторы тысячи сняла. Она говорит, да ты что? 100 рублей. Я думаю, блин, ты с ней живешь. Неужели она настолько по-твоему тупая, что не знает, сколько ты тратишь на эту всякую хрень, если ты снимаешь подобного рода ролики? Ну, ему хватило умали. Далее, она просто не хотела вкатривать. Там в лучшем случае слегка голос было слышно и немножко руку-ногу видно. Так, зерница. Хлебцы хрустящие, столовая. Сколько у нас тут их штук? Шесть. Двенадцать штук. Я вообще на них смотрела до этого в той Пятерке. Это вот как раз где база выдачи ОЗОМ. Где, оказывается, не только база выдачи ОЗОМ. Ну, короче, в том же здании. И что-то мне казалось, что не дофига, наверное, крестки. Ну, не знаю, в общем. Я тут еще глянула этот. Что-то мне ролики иногда вылазят с этим правильным питанием, ПП. У нас даже мелкий конфликт был. Ну, так сказать, во флудилке меня человек не понял. Я даже не стала доказывать, там, пытаться. Потому что, я думаю, если человек совершенно на другой стороне... Ну, как бы палка в двух концах. Как бы я про одно говорю, а человек про другое. Если человек даже не пытается понять или какую-то сторону, ну, не понимает человеку, про что я именно говорила, то лишний раз конфликты разводить, думаю, ну, нафиг. К тому же, как-то, когда вот вы затыкаетесь, а человек еще что-то говорит, уже, в общем, ну, девочка маленькая. Крут, конечно, она там много чем интересуется, но, видимо, еще не умеет настолько весливо и тактично изъяснять свои мысли. Короче говоря, это... После... Еще когда я общалась с Ленкой, она там что-то вякала первый раз от нее общих. Наверное, летом, в прошлом уже, да? Или, может быть, весной услышала про это попитание, правильное питание. И вот некоторые составные части этих блюд правильного питания меня в такой афиг и шок вводили, что я это... Поняла, что это, видимо, такая какая-то фейховая тема диет, что, типа, вот правильно пытаешься, и, боже, ты дохрена тощий. Ну, мы видели все пример Ленки, как она правильно питалась, и было дохрена тощий. Точнее, как она пыталась правильно питаться. Ну, да, Господь с ней, как бы сказала одна моя православная верующая подружка, но так как я Господь, и я не с ней, то хрен с ней. Благословит ее кто-нибудь. Там какой-нибудь Бог, она наверняка в кого-нибудь верует, ее пять тысяч подписчиков, наверняка кто-нибудь потом в комменты прибежит и будет вякать, что я такая злая и плохая, и про нее-то вспомнила. Про больную ее тему вспомнила. Короче говоря, я увидела эти хлебцы. А я видела ролик на Ютубе, там какие-то эти хлебцы такие были похожие. И, значит, там вот, слушайте. Или человек, который этот ролик ваял, вообще не помню, как я вышла на этот ролик, посмотрела, я не осилила. Там минут 15 было, наверное, что минуты у меня стало плохо. Человек там, типа, я худею. Я весила, допустим, 99 килограмм, а стала 85 килограмм. И вот благодаря тому, что я тут пять раз в день питаюсь, значит, я похудела. Она ни разу не упомянула, показывая вот это меню, как она делает, ест там, что завтрак, обед, ужин и два перекуса. Ну, в смысле, вот у нормальных людей вот есть завтрак. Я когда работала в библиотеке, у нас был 11-часовой чай. Ну, там можно было чай там с какой-нибудь хлебушкой, печененкой сожрать, потому что обед выходил где-то в лучшем случае на два. Обычно так у нас обед я привыкла, что 12 час. Ну, как-то так вот варьируется, да. И вот на обед примерно время такое выдаётся, что ты за пять минут это всё сожрёшь. Как бы и в санаторий я была пару раз. Мелкая и уже не совсем мелкая. Значит, завтрак, потом, значит, какой-то там типа кефир, кефчик, ну, второй завтрак, ранний завтрак, второй завтрак, потом обед, где-то там часа в два, потом, значит, полник, часа в четыре. Ну, обычно часа в четыре полник, а с их час обед. У нас так было в семье. Значит, ну, в пять там какой-нибудь пятичасовой чай, как в маме в последней главе этой Тамуры. Ну, правда, на 12 раз этот чай пила. И уже в семь где-то ужин, и, значит, завтрак, второй завтрак, обед, полник, ужин. И шестиразовое питание, вот у меня в санатории было, там уже поздний ужин, там, ну, кефирчик одерябнешь, там, чайку, стаканчик, там, соку, что-то вот в таком виде. Как бы нормально, так вот, по небольшим порциям. Ну, или завтрак, обед, полник, ужин. И там можно что-то такое вот чаю с мёдом попить на ночь. Ну, четырёхразовое питание. Ну, или там пятиразовое питание, это если уж на ночь что-то воспринимать. Я к тому, что я не видела вот во всём этом, я вот знаю, что, по-моему, пенёк как-то ничего не пьёт, одно только ест. Ну, есть такие люди, которые, не знаю, может, она воду пьёт. Ну, когда мы с ней пенагомились, она говорила, что она ни чай, ничего вот такое не пьёт. Я как-то не особо и замечала, чтобы она что-то вот такое пила. Это я тут чай чашками дерябаю, прям как маме сан. Короче, я не видела там ни супа на обед, там вот еда такая была, вот. А я тут съела шоколадку вместо перекуса, поэтому перекуса у меня теперь не будет, думаю, шоколадный батончик перекус. Ёшкин кот, чё с твоим желудком делается, баба? И, значит, и вот у неё там эти были хлебцы на завтрак, ну, там кашка, значит, яичко и бутерброды с хлебцами. Ну, блин, мне вот этого завтрака одной кашки уже за глаза и уши хватит, мне оно стечёт. За платочком бы как-то заползти. Так вот, я к тому, что я ни разу не видела у неё вот там, ну, допустим, завтрак, и нету там стакан молока, стакан сока, стакан чая, стакан кофе, не знаю, там, стакан воды хотя бы, нету ни черта. На обед такая же хрень, что практически на завтрак только там вот котлетки, значит, салатик, этот, бутербродики и хлебцы или что-то в этом роде. В общем, одна сплошная сухомятка. То ли это ПП не предполагает за собой жидкость, так жидкость как бы надо пить. Ну, это там, супа я вообще не видела в этом ПП, и очень часто в кукпете там лазая, витает это ПП, я помню, меня ещё осенью в какую-то веганскую группу приглашали закрытую после пары моих рецептов. Я какой-то суп там обладала веганский, но он тупо был веганский, у меня мяса на тот момент не было. Но я как бы всё-таки мясо ем. Ну, к тому, короче, что типа это полезно, диетически. Мне ещё сестра сказала, что я слегка пожирнела в одном месте. Я в курсе. Я вот думаю, ну, надо просто побольше шевелиться. Хотя другие будут радоваться. Я признала то, что я пожирнела в одном месте. Короче, хотя я думаю, это, наверное, за счёт определённых вещей. И не надо мне писать, что в 35 уже все жиреют. Мне так прикалывают, ещё иногда бывают такие комменты, когда человек тебя вроде как бы думает, что он хочет тебя защитить, похвалить, но на самом деле с ног до головы обсирает. Короче, я купила эти хлебцы. Помню, просто есть такие хлебцы, вот тоненькие, мне очень нравились такие, они как вафельки хрустят. А бывают такие хлебцы, они жёсткие. Вот мне от них даже, у меня изжога от них, и вообще померять хочется. В общем, я не знаю, какие это хлебцы, но у меня тут есть авокадо, я её обозрю. В общем, думаю, сделать этот бутербродик, может, намазать авокадо на этот хлебец. Или просто хлебец, чтобы было, а то иногда у меня хлеб заканчивается, или просто умирает от своей естественной смерти, в смысле, плесневеет. А я ещё не купила ни черта. Я вот к чаю, к супу и так далее. У меня там ещё полтора хлебца есть. Они какие-то дофига бюджетные. В общем, этот раз я что-то, видать, на подзазнание накапала это ПП на каналах, на Ютубе, значит, в роликах всяких разных и в Кукпеде. Я купила эти хлебцы. Где они вот тут? Хлебцы. Хлебцы столовые, 110 грамм, 10 рублей 99. Короче, 11 рублей без копейки. Так вот, в чём, наверное, суть конфликта. Потому что, если человек посмотрит, то, возможно, будет... Ну, чтоб не обидеть никого, хотя, если человек хочет, то он всё равно найдёт на чё обидеться. Свинья грязи найдёт. Есть на чё обидеться. Короче, я имела в виду сам состав. Вот не то, что они там питаются с перекусами. Ну, можно перекусить кефирчиком, можно сожрать яблочко, можно там салатик какой-то делать на этот перекус, если уж так получается, что до обеда большёщее расстояние, а жрать уже охота. Но, блин, ну не жрать за сладкие батончики. Это вообще какой-то трындец. Это вот сожрал сладкое, а потом мало того, что после этого очень хочется быстро жрать, так у тебя этот сладкий батончик останется там, где у тебя по твоим меркам не должно ничего остаться, и наоборот руки. Короче, я купил тут авокад. Авокад был тоже на развес. Три штуки, такой мягкий, тонкий, шкурка. Видать, они всякие разные бывают авокадо. В последний раз я в Магните покупала авокадо, оно что-то до хрена дорогое такое было обычно, но как-то по такой цене даже в Ашане не бывает авокад. И оно мне уже раза три так попадалось. У него жопка, допустим, ну вот это, где зёрнышко мяконькое, а хвостик вот этого, типа как игрушки, вот эта головка, да, или хвостик, наверное, всё-таки это головка. Ну, короче, та хрень, которая где без кости, она твёрдая. Причём он вроде как мягкий весь, зрелый, но он вообще не зрелый. Фиг знает, как хранят, что с ними делать, где у нас тут. Авокадо. 30 рублей, 91, ну, короче, 31 рубль за 100 грамм, вышло у меня это на 610 грамм, 189,09. Я вот хочу один авокадо сажать, а с другой салатом своей. Третий, может быть, уже вот на булочку намазать. Ну, в смысле, на хлебушек. Я купил всё два огурца. Я решила сделать салат, короче, помидорка, потом она будет, салатик, значит, вот этот огурец. И авокадо ещё у меня есть лёновое масло. Сейчас скажу, почём огурцы. 239, ну, короче, 240 рублей без копейки за килограмм. 95 грамм огурцы, 22,80, если они. Тут у меня два яблока. Причём одно яблоко как бы вот такое вот голден, а другое как бы не совсем голден с розовым. Но оно почему-то, ну, как бы оно выглядит как голден, но оно с розовым. С розовым боком. И, в общем, оно лежало в тазике с этими голденами. И вот я купила оба яблока. Просто увидела, так удивилась, обычно они или зелёные, или жёлтые. А тут розовеньким немножко отдаёт. Яблоки вы где? 270 грамм яблоки, 90 рублей без копейки. За килограмм 24,30 они вышли у меня. Так, где-то тут ещё что-то есть. Я купила три груши. Чёрт знает, что это за груши. Но они были мягкие, я пощупала они мягкие, думаю, что бы не купить. Вообще, меня ждёт последняя глава вампира. Если бы не бытовушные дела вчера-сегодня, позавчера, я бы её уже уделала. Но, надеюсь, я её завтра хотя бы добью. Или частично добью. Где у нас тут эта груша? Груша жёлтая, 400 грамм, 3 штуки, 48 рублей, 120 рублей без копейки за килограмм. Почему груша жёлтая? Помидорка, ты жива? Я сначала хотела купить упаковочку помидорок, там 8 штук, думаю, если что, потом заморожу. Потом думаю, а нахрен, у меня замороженные помидоры есть, протёртые, без них кто. Я увидела, сморю, думаю, куплю всё-таки отдельно. Иду, сморю, на меня смотрит такая зрелая, мягкая помидорка. Соответственно, она как бы дешевле за килограмм шла. Где тут эта помидорка? Томаты сливовидные, красные. 190 рублей без копейки за килограмм. А там 190 рублей без копейки шло вот сама эти 600 грамм упаковка. В общем, где она у нас? 150 грамм. Помидори на 28,50 вышло. И у меня как бы есть два банана, которые я купила, и они уже такие практически ещё чуть-чуть, и скоро дня через два будут чёрненькими, их можно будет уже ложкой мять и есть. Я думала с ними сделать какое-нибудь это пюре, типа с йогуртовое пюре, значит, от простоквашу и раздолбать эти бананы. Ну, а что-то я увидела тут два таких мягких жёлто-зелёных банана. И купила ещё два банана, думаю, они немножко по-другому были. Они ещё не успели дойти до той кондиции, до которой эти дошли. Бананы. Бананы что-то в последнее время такие-то хрена дорогущие. Хотя они давно уже, вот как 2014 год наступил, такими стали. Ну, а сейчас они просто иногда бывают и по 50, и по 48 иногда когда-то встречались. Сейчас они 65 рублей без копейки за килограмм, 395 грамм вышли, 25 рублей 67 копеек. Нахрена вот это-то я всё читаю, сколько грамм и сколько копеек. Ну, и вы, если чё скажите, типа Ёля, она мне интересна грамма, или наоборот. Интересно. Интересно. Так, в общем, пакет я себе купила. У меня там была вообще сумочка, но у неё бы оно не влезло всё это. А ещё я купил всё лаваш. По-моему, такой же лаваш, как у нас в Магните продаётся, да, вот. Тут 4 таких листочка ванненьких. И там было лавашики такие, которые завтра подохнут. А ещё я нашла мягонький такой лавашик. Смотрю, и он свеженький. Сегодня сделан. В 6 утра его сделали, и до 16 марта до 6 утра он доживёт. И он, по-моему, стоит примерно так же, как у нас в Магните. Где этот лавашик? Лавашик? Ты где? Ну, пакет пятёрочка 5 рублей. А вот лаваш 400 грамм, 42 рубля 89 копеек. Что-то я так офигею с них. 9, 9, 9 на конце. Ну, там, допустим, 87 бы было. Такие вот пироги. В общем, всё, что я тут купила и обозрела. Всем спасибо за просмотр. Всем нормально, если вы пришли на правильное питание. Пусть оно у вас реально будет правильное, а не вот это модное. Без чая, воды, сока и вообще, не знаю, там, жрать конфеты между завтраком и обедом. Это, может, нас воспитывали как-то. Я просто когда увидела вот этот ролик, вспомнила, как я была в 2005 году в гостях у своей подруги в Подмосковье. У неё ещё тогда была ещё жива бабушка. И что-то она там говорила, что вот, ну, там, йогурты наперекус или ещё что-то так. Она говорит, вот, ну, не буду говорить имя. Человек рядом меня смотрит, но знаешь, что я веду канал. Ну, как бы разное у нас немножко в этом плане хобби. Хотя мы всё равно ещё до сих пор общаемся. Как бы, ну, поддерживаем связь. И считаю, одна из моих лучших подруг. Тех, кого видишь крайне редко, но всё равно они подругами остаются. И она вот, ну, наша внучка, допустим, без имени, да. Мы же её в детстве приучили, как воспитали завтрак, обед, полдень, ужин. Так она и есть. Ну, без этих вот перекусов на скорую руку, что вот сейчас ухватил там бутерброд через 2 часа в другом месте, ухватил ещё какой-то бутерброд через 3 часа, через 2 часа ухватил ещё какой-нибудь там, типа конфетку. И трындец в желудке. Короче, чтоб вы питались нормально. И вас не тяготило вот это ПП с составом каким-то странным. Ну, не, я встречала, конечно, нормальные составы вот этих ПП, но по большей части вот то, что мне Ютуб подкидывает, или я вижу, это вот какая-то такая дикость. И вот то, что люди жрут во время перекуса, у нас это идёт, ну, на полдня к чаю. Ну, нет, даже так вот. Ну, после завтрака к чаю, вот так вот, на десерт, короче. То, что люди жрут во время перекуса, мы обычно идём на десерт после там первого, второго на обед, как третья, или там после завтрака к чаю. В общем, всем пока!